Мы продолжаем следить за скандальной ситуацией с временным объединением двух ухтинских учебных заведений. Накануне к обстоятельствам подключились представители Министерства образования региона. Напомним, из-за незавершенного ремонта в школе номер 2 учащихся временно перевели в гуманитарно-педагогический лицей. Из-за отсутствия контроля над процедурой слияния под угрозой срыва оказался график приемки образовательных учреждений к новому учебному году. Пока от ухтинской администрации, сообщили в министерстве, удалось добиться лишь понимания серьезности проблемы. Однако ряд документов по процедуре перевода детей до сих пор не в полном объеме. Сложности в том, что 16 августа заканчивается срок приемки школ к новому учебному году. И в министерстве образования имеются опасения, что к этому времени лицей будет не готов. Мало оснований сделать вывод о том, что эти образовательные учреждения могут быть приняты. Поскольку там еще возникают вопросы и лицензирования, выполнения лицензионных показателей. Буквально сегодня было совещание у нас селекторное с Министерством образования Нуркальской Федерации, где нам снова были даны и сформулированы соответствующие поручения, чтобы мы смотрели не только за качеством подготовки объектов с точки зрения ремонта, с точки зрения оборудования, с точки зрения площадей и так далее, но и с точки зрения качества образовательного процесса. Образовательный процесс, он включает в себя не только учебный процесс, не только механическое нахождение детей в том или ином помещении, а это целый комплекс мероприятий, который должен сопровождать комфортное и качественное получение обучающимися образовательные услуги. 26 июля совместно с представителями общественной палаты в Министерстве образования региона состоится совещание, на которое приглашены мэр Ухты Игорь Леонов, его зам по социальным вопросам Виктор Тельнов и начальник управления образования Ухты Сергей Дубиковский. На основе анализа уже имеющихся документов для администрации Ухты будут составлены письменные рекомендации с четким обозначением всех необходимых мероприятий и сроков по процедуре перевода и организации учебного процесса. Мы проложим следить за развитием ситуации.